Армянский фанатизм российских СМИ, что стоит за провокациями против Азербайджана. 20 октября в вечернем выпуске ток-шоу канала «Большая игра» в эфире российского Первого канала была совершена очередная провокация против Азербайджана. В ходе обсуждений, посвященных отправке миссии Европейского Союза в Армению, проармянские эксперты Наталья Нарочницкая и Андроник Мегранян, являющиеся гостями ток-шоу, озвучили призывы и заявления. Против территориальной целостности Азербайджана. Азербайджан сталкивается с подобной предвзятостью в российских СМИ далеко не первый раз. И каким-то возмутительно-подозрительным образом циркуляция подобных случаев случается именно в то время, когда в нашей стране происходят знаменательные события, напомним, что 20 октября состоялось. Открытие международного аэропорта в Зангелане. Как известно, телевидение в основном пропагандирует идеологическую политику государства. А это является красной чертой в такой стране, как Россия. По мнению политолога Сергея Маркова, провокация против Азербайджана организована российским миллиардером армянского происхождения Рубеном Варданином, который запустил своих людей в ряд российских СМИ. Напомним, что Рубен Варданян незаконным образом перебрался на территорию Азербайджана. Временно подконтрольную российским миротворцам, где пытается стать так называемым госминистром несуществующего. Арцаха. Ранее, когда в нашей стране происходили важные исторические события и во время судьбоносных моментов мы неоднократно становились свидетелями клеветнических политических шоу на российском телевидении. В частности, телеканал «Россия-1» неоднократно выходил с программами, где приглашенные эксперты выступали с угрозами и не стесняясь выплескивали ненависть в адрес Азербайджана. Во время Второй Карабахской войны озвучивались даже провокационные идеи о нанесении ракетных ударов по нашей нефтяной промышленности. Депутат Государственной Думы РФ Михаил Делягин и вовсе предъявлял угрозы Азербайджану в прямом эфире. Несмотря на то, что азербайджанская общественность встретилась с негодованием подобные провокационные высказывания и справедливо требовала осуждения со стороны российского руководства, никакой реакции. Из Кремля так и не последовало. Хотя в первую очередь данный вопрос должен волновать власти России. 24 июня Россия и Азербайджан подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. Наша страна последовательно реализует подписанное соглашение и ожидает от российской стороны того же. Исходя из этого, уже в ближайшее время вещательные компании России должны пресекать антиозербайджанские высказывания проармянских пропагандистов и носителей проармянской идеологии за их вредоносную деятельность в телевизионном пространстве России. В отличие от российских медиа, азербайджанские СМИ всегда были объективны по отношению к этой стране. Даже когда мир называет Россию агрессором в отношении того, что происходит в контексте российско-украинского конфликта, Азербайджан не допускает какой-либо предвзятости в распространяемых СМИ. Информации. Азербайджанские СМИ сохраняют нейтралитет, но, к сожалению, мы не видели того же со стороны российских коллег во время сорока четырехдневной войны. Азербайджанский народ не забудет лживые изречения, которые лились из уст заядлых пропагандистов в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», транслируемым на телеканале «Россия-1». Не скрывающий своей симпатии к Армении Соловьев не только не пресекает, но даже и поощряет высказывания приглашенных им же любителей армянских денег-экспертов, которые занимаются разжиганием. Межнациональной розни в прайм-тайм. Из той же оперы стало недавнее интервью карабахского сепаратиста Артака Бегларяна агентству РИА Новости, которое тем самым поставило под сомнение территориальную целостность и суверенитет. Азербайджана. Регулярное вынесение армянских сепаратистов на повестку дня в российских СМИ — это продукт пропагандистской машины Соловьева, Симоньян и прочих, обслуживающих интересы армян. Во время визита президента Ильхама Алиева в Россию 23 февраля этого года глава государства встретился в ТАСС с руководителями ведущих российских СМИ. Предвзятые вопросы, заданные главным редактором телеканала RT Маргарита и Симоньян армянского происхождения, показали, что в этой стране сформирована армянская медиа-мафия. Они занимаются провокациями против Азербайджана в возглавляемых ими органах СМИ. Такого рода события, вне всякого сомнения, наносят существенный урон двусторонним отношениям Азербайджана и России, а также противоречат союзнической декларации, подписанной в Москве 22 февраля. С этой точки зрения либо Россия должна честно выполнять свои обязательства, либо в нынешних условиях доверительные отношения между двумя странами будут поставлены под вопрос.